Добро пожаловать на урок по использованию системы распределения, используемую сельскохозяйственными дронами DJI. Система дрона Т-30 имеет объём 40 литров и многоцелевое назначение. Она применяется для распределения удобрений, семян, кормов и других материалов. Система распределения Т-10 имеет ёмкость 12 литров и по конструкции схожа с системой Т-30, поэтому данное обучающее видео применимо и к модели Т-10. Перед распределением нового материала необходимо создать шаблон и выполнить калибровку для обеспечения точной работы. Нажмите Tear Calibration в настройках системы распределения, чтобы общий вес бака отображался как 0 килограммов. В настройках распределения создайте и назовите новый шаблон. Извлеките штекер и снимите диск распределителя. Положите на землю пылителеновую пленку или картон и установите на него сельскохозяйственный дрон. Полностью заполните бак распределяемым материалом. Нажмите кнопку Start Calibration. Во время процесса калибровки диск распределителя будет вращаться. После завершения калибровки нажмите Save, чтобы завершить создание нового шаблона. Восстановите участок, перейдите на страницу редактирования, выберите равномерное распределение трека и установите расстояние между препятствиями в соответствии с требованиями. Расстояние между препятствиями обычно составляет от 5 до 7 метров в зависимости от материала и скорости вращения. Для семян риса оно должно быть в пределах 5 метров. Сохраните участок. Восстановите участок и перейдите на страницу установки параметров. Выберите созданный ранее шаблон распределения и установите параметры. Количество материала, распределяемого на гектар, устанавливается в соответствии с фактическими требованиями. В соответствии с ними настраивается скорость полета. Однако обычно рекомендуется устанавливать скорость полета в пределах 6 метров в секунду. Обычно скорость вращения распределяющего диска составляет от 800 до 1100 оборотов в минуту. Чем выше скорость вращения, тем больше расстояние между треками распределения. Относительная высота обычно составляет 3-4 метра для достижения более высокой эффективности работы. Начните операцию. Если требуется ручное распределение, установите размер отверстий и скорость вращения диска в настройках параметров. Совершите взлет. Вручную включите и выключите кнопку питания распределителя, чтобы обеспечить гибкий режим управления. Если материал твердый, рекомендуется уменьшить скорость вращения. Своевременно убирайте остатки материалов из бака распределителя после использования. Это особенно касается коррозийных удобрений. Если в ходе выполнения миссии на корпусе дрона остаются частицы распределяемого материала, очищайте их с помощью щетки. Распределяемый материал следует засыпать после установки аккумулятора, чтобы предотвратить попадание материала на распределительную панель. Запрещается ставить и долго держать тяжелые предметы на баке для распределяемого материала во избежание повреждения датчика веса. Продолжение следует...